Всем привет! Степовой Анатолий, сам себе ортопед. Сегодня расскажу, как правильно подобрать стельку. Пришли вы в магазин, перед вами вот так вот куча стелек. Значит, сразу исключаем силиконовые полные стельки, это для диабетической стопы. Очень редкий диагноз, он вам не нужен. Потом вы приходите к разным стелькам, одни кожаные, вторые с пластиковыми супинаторами, есть прям силиконовые вот такие вот. Вы должны понимать, что вы хотите добиться. Вам надо поднять лежачую ногу вот до вот такого состояния. То есть, видите, здесь плоская, а здесь треугольник. Значит, задача... Да, это продольная плоскостопие. Значит, задача какая? Дать стельку, которая соберет ногу на углы, то есть опустит пятку вниз и вот косточки идти вниз. Значит, под центром должна быть высота. Чем выше эта высота... Вот посмотрите на эти стельки. Здесь, видите, они все одного размера, но вот та в конце самая высокая, видите? То есть, она будет давать самые нормальные углы падения. То есть, там пяточка опустится, сядет, пальчики опустятся, расслабятся. И получится, что вы останетесь опираться на центр стельки. Вот это самое важное. Но, понимаете, этим вы только остановите ситуацию. То есть, вы перестанете опираться на пальцы, перестанет вот как здесь шпора натягиваться, ахилл, фасциты уйдут, натоптыш уйдут, вросшие ногти уйдут. Это очень много. Это сильно решает, ребята, и многие на этом останавливаются. Но поверьте, подбор стельки – это самое начало, потому что у вас впереди еще целый этап. То есть, должна быть еще обувь, должна быть фиксация, работа с геометрией, правильная шнуровка, тейпы-помощники, истинный размер ноги надо правильно определить. Это целая работа. Вот истинный размер ноги, сейчас покажу, как определяется. Выглядит это примерно где-то вот так вот. Вы приходите, значит, вот стелька, вот вы поставили ногу на пяточку, вот пяточка-край. Вот так подняли на себя пальчики, и видите, косточка зашагнула за стельку, видите, не попала на край стельки, а за стельку. Это неправильно. Вот здесь она тоже неправильно. Это короткая стелька. Видите, вы все время будете на пальцы в ней сваливаться. Вот, здесь нога стоит неправильно, видите, там пятка пустая, здесь не совпадает. То есть, эта стелька тоже не подходит. Вот где правильно. То есть, пяточка сидит правильно, пальчики на себя подняли, подушечка легла на краешек. И вот вы получили здесь и здесь. На этой тоже самое, вот на кожаной вы сели в пятку и здесь остановились подушечкой большого пальца. То есть нога вот такая собранная. Если ваша нога зашагивает за стельку, это неправильно. А еще лучше, ребята, просто если вам не лень, заполните анкету, скиньте фотографии, мы вам просто подскажем. Ну это просто, мы этим занимаемся уже очень давно. У нас очень много вариантов подсказок. И в разных случаях мы знаем, как ноги выглядят в разных моментах, на разных стадиях. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте, мы отвечаем не за деньги, это все бесплатное приложение. То есть как итог? Как итог, ребята, работайте с ногами, выбирайте правильно стельки. То есть треугольник, правильно? Треугольник. Самое важное, правильно подобрать треугольник, высоту свода. То есть из всех выбрать самую? Самую высокую. Самую высокую. Самую высокую. А истинный размер ноги? А истинный размер ноги определяется вот так. Ставится пяточка, поднимается на себя пальцы. Когда на себя поднимаете пальцы, косточки опускаются автоматами. Нога вот такая маленькая стоит. То есть надо ножку вот так собрать. Получается, что если вы сейчас носите, допустим, сороковой размер, и вы вот так вот соберете ногу, то получается там минимум 38,5-39 будет. То есть вся обувь, и еще, кстати, когда вы подберете правильную стельку, то вся обувь станет велика. Вся. Потому что обувь была куплена под вот такую ногу, а стелька сделает вот такую ногу. Видите, сразу две разницы. Сразу длина обуви. То есть первое, что обувь не мала, обувь велика должна стать. И первое, что надо будет заменить, вот второй этап будет обувь. То есть вы во втором этапе должны будете подобрать правильно обувь. Потом вы столкнетесь с тем, что еще надо в обуви правильно поставить пятку. То есть это нужен сзади, тутер. Нужна будет шнуровка вот здесь, которая будет обжимать ногу вокруг стельки. То есть это все поэтапно, пошагово, от шага к шагу. Но вот это самый первый шаг. Надо подобрать стельку с самым высоким сводом. И желательно под истинный размер ноги. То есть правильно подобрать стельку. Легких ножек ходите с удовольствием.